Одним из лучших удобрений для цветения растений является продукт, который каждый день находится на вашей кухне и который мы упорно выбрасываем в мусор. Речь идет о спитом кофе. Эту подкормку не нужно специально готовить, тратить на нее свое время и деньги. Когда вы выпиваете чашку кофе, не выбрасывайте кофейную гущу в слив или мусорное ведро, а смешайте ее с землей в вашем горшке или в вазоне. Это поможет сделать землю более рыхлой и легкой, увеличить ее кислотность и обогатить кислородом. На эту подкормку растение реагирует просто отлично, но нужно понимать, что к высокой кислотности хорошо относятся не все растения. Если почва уже и так закислена, хорошо подумайте перед внесением подкормки. Это удобрение очень любят азалии, гладиолусы, лилии и розы, а также к ней положительно относятся не только цветы, но и многие вечно зеленые растения. Вносить кофейную гущу необходимо не чаще одного раза в месяц в предварительно увлажненную почву и перекопать верхушку почвы на пару сантиметров, чтобы распределить гущу по горшку. Также в качестве подкормки часто советуют использовать чайную заварку, но я этим методом не пользуюсь и вас предостерегаю. Она может не только принести растению пользу, но и существенно ему навредить. Да, почва станет более рыхлой, структура ее улучшится, но заварку в почве очень любят мушки, которые могут навредить растению и принести немалый дискомфорт вашим домочадцам. Поэтому будьте осторожны при использовании заварки. А вот кофейная гуща, особенно без сахара, в этом плане гораздо безопаснее.